Поздравить семью с новосельем приехали областные власти, руководители благотворительного фонда и представители Харциской мэрии. До этого родители и 10 детей ютились в двухкомнатной квартире. Теперь у них двухэтажный дом, собственный сад и огород. Самое главное, что у нас большой дом, свой участок есть, где работать, где можно выращивать овощи, фрукты. Это самое важное для большой семьи. Рада такому подарку и детворам. У них появились собственные комнаты. Теперь есть где разгуляться, побегать и поиграть. Это большой двор, елка есть, песок, качели и есть и огород. Два санузла, прихожие, детские. О таком приобретении семья мечтала не один год. Кухня на старой квартире была настолько маленькой, что обедать приходилось по очереди. Сначала малыши, а затем дети постарше. Теперь мечта хозяйки сбылась. За обидным столом может собраться все семейство одновременно. Сегодня же за праздничным столом собрались гости. Те, благодаря кому у семьи Беллаш появился дом. Радушная хозяйка угощала всех тортами, испеченными в новой печи. Руководители области фонда тоже приехали не с пустыми руками. Малыши получили мягкие игрушки, школьники компьютер, а хозяйке подарили стиральную машину. Но главное, это большой дом. Очень благодарны, потому что, ну как, нашу семью не обошли стороной, обратили внимание. Я даже, может быть, не знаю всех людей, которые в этом были задействованы. Дом для своей семьи Сергей Беллаш выбирал сам. Говорит, ему понравилось и здание, и расположение участка. Это практически центр Харциско. В нескольких минутах ходьбы рынок и школа. Деньги на приобретение выделил благотворительный фонд. По словам директора Анатолия Заболотного, семейные ценности – приоритет для его организации. Каждый раз-то по-новому, каждый раз-то новая семья, другие родители, другие дети. Что одинаково – это очень счастливые такие семьи, счастливые люди, счастливые дети. И для нас это принципиально важно. По словам главы Донецкого областного совета, в регионе 11 тысяч многодетных семей, где воспитывается 35 тысяч детей. Более половины из них нуждаются в улучшении жилищных условий. Допустим, на тот же только отдых малообеспеченным детям, это зачастую раз дети из многодетной семьи, потом на отдых детям-сиротам, 18 миллионов в год только выделяется. То есть, на самом деле, средства по программе «Семья и молодежь» достаточно большие выделяются. Но, скажем честно, их не хватает, по крайней мере, на то, чтобы покупать жилье. Решить проблему можно только совместными усилиями власти и бизнес-структур, считает Андрей Шишацкий. Покупкой дома для многодетной семьи «Белаш» фонд Рината Ахметова развития Украины завершил проект с игре «Ребенка любовью». Благодаря этой акции почти 600 детей получили крышу над головой. Наталья Некрасова, Руслан Новиков, Панорама.